Радиант Тим Пик 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 на 48 поражений так ну и собственно их соперники с из которых я немножко потерял так где наш сайт где наш сайт где наш сайт кстати у нас теперь не будет рекламки в начале забыл брать в общем потому что закончилась регистрация собственности с команда которая имеет более 70 игр уже у них 45 побед на 22 поражения и находится на первой строчке в своей группе умеют уже имеют 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 три победы и их соперники 2 тут две команды уже успели вылететь тех лузами или как это ну майн сценить они почему-то одну игру отдали тех лузам вторую выиграли третью по моему тоже как-то то ли не пришли то ли еще что это было ну а эсси элисиум элисиум просто не знаю ливнули они вышли из про серии у них распущен если не ошибаюсь состав вот такая вот ситуация в группе f да конечно твой инсэнити довольно думаю известный всем коллектив но почему-то пока без результатов даже на стадоре хотя есть принципе еще шансы ну хорошо друзья хорошо у нас пока по игре видим то что заблокировали ребята из сапфира гирокоптера и разор в пик от команды в пи джи джи кстати 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 я тут хотел какую-то инфу закинуть но забыл какую да друзья вот вспомнил вспомнил у нас просто в европе вообще довольно интересная ситуация тут не играются больше чем 70 процентов матчей просто вчера хотел зайти постримить мне кидают расписание и ни одна из команд не является просто первое сразу ты тела тех лузом там две тупо не явились потому что не из группы почему-то вышли и вторая игра по моему не было то ли соперников по моему волк вайлдкарт был да был вайлдкарт и в итоге вчера без единой игры закончился второй игровой день но пока сапфира берут себя в рафкинга и мы потихонечку влетаем на карт под номером один в этой best of 2 серии между команды сус они же сапфиром и в пи джи джи которые не поставили себе название но тем не менее окей пока все пикают обсудим немножко скушки 2-0 играет на тускаре санды миллионер на спирит брейкере очень подходящее было бы подключение никнейм был бы если бы он играл на алхимике дэвид джонс играет на квапе бэйби рейдж на вич докторе и бубл пахш бубл пахш играет на разори в сочи у сапфиры у сапфиры что это что 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 это что это уходи уходи как открыто интересно должна же быть кнопка правда вот вот кнопка фэнтези очки фэнтези очки довольно интересная штука кстати но их никто не больше потому что команды непрофессиональные по крайней мере такими считает дота потому что ни одном турнире они не участвовали в dota tv но в любом случае never ending дежавю играть на виспаре окей на теники субарк на в рафкинге папича кьюб на байне и найти stalker нас люфт получается что в итоге у нас пойдет тени висп на харде скорее всего у нас будет стоять баланар и саппортом боеном у нас будет на линии в рафкинг вот так вот уже сразу тезица к люфту виспарь тут сразу что сразу живой дают каски баратрон прибегает но бэйби рейджа здесь отдают это ферзблат еще и могут погнаться за миллионером его блочат войдет прилетает плазмафилд и тос в итоге добивает второй фраг для команды сапфира в начале игры еще и немножко помяли лицом слушайте разор и могут его забрать это будет уже три кила да тут разбег тезица висп плазмафилд не засейвит итоге третий минус по одному фрагу для байна тени если ошибаюсь в рафкинга вот так вот друзья первые три фрага достается фарсапфире они начинают с диким бустом просто еще и забирают баунти руну это ну феноменальный результат как мне кажется уже появляется у виспа бутылка кстати да висп все-таки добил они а не тени ох как подлетели до графики что же то ребят с команды в пкг сделали что графики в ноль то улетели одна баунти руна и все да ладно неужели ну ладно ну ладно ну ладно пока разбег по линиям и включим статистику по ласт хитам тут уже началась формилов от команды в пкг пока ребят сапфиры бегали на линии после удачных гангов на руне у нас братрум в виде пытается кого-то забрать своего чарджа но получает только тос или avalanche тос avalanche avalanche все-таки получил спиртбрейкер сразу откидывает дагерами квапа но есть бутылка виспа поэтому не так страшно и там уже в курьере что-то имеется тапок судя по всему и господи какой же красивый курьер они нифига не красиво я сейчас потому что это какие-то листья это в итоге как не знаю как диск у планеты я там не знаю за стероидов что-то такого желтый газ главное чтобы не желтый дождь и не желтый снег ну хорошо у нас пока в сложной линии фармит люфт как я сказал стоит на на и сталкера в харде у него два мангуса и да тут обиженный жизнью разор высасывает дамагу обиженный жизнью в смысле убитый в начале игры поэтому ничего такого не подумайте и имеется у него один целый ласт хит против 4 баланара даже пяти и все-таки кэри разор начинает фармить потихоньку получает уже три ласт хита под тавером и тут на отводе как baby rage да принимает точнее отдает голду люфту получает породоров лицо тут же и миллионер есть malediction вводит в кулдауне и скорее всего это будет минус люфт каски летают плазма филд это минус люфт правда зачем сосать начал разор я не совсем понимаю но он приводит себе тангустики вот так вот стану сиками стоит у нас теперь в легкой линии разор хорошо там пока тос его лень шоуах прям по тавер откидывают свой почти и тут в итоге виспари будут добивать квапу и да это уже второй фраг для кэри суппорта а ее и 456 голды в копилку команды сапфира и в общем сумме это уже целая тысяча золота преимущества и 300 экспирианса вот такие вот друзья дела пока что у команды vp gg начинают они не с лучшим результатом нами прибегает к виспарию к испарю к тине пара трумси на процентов баши сразу попадают тос из блинка скрима фоне добивает к сожалению виспари был в побеге на базу без тапка и поэтому отдает у своего товарища в миде вместе с ним и 445 голды поэтому почти отыгранный фраг на квапе хорошо хорошо там пока люфт фармит в сложные линии и и и и у него 9 ласхитов фразор в свою очередь имеет 10 ну и вообще тут топовый по сути в равкин который на 4 минуте имеет 18 ласхитов кстати под найтмэром виспари накатывается тускар станчик пошел то сразу же два за порта прибегает братрум моледикшн по двоим по моему брейнсап жидай куда же ты дружище в итоге выбивают война падает висп потихоньку но есть бутылка дает стан по миллионеру у нас субарк и виспайр 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 один удар тези лица нужно но нет и там сноубол вовремя от тускара здесь же и бэйн брейнсап жидай дружище где брейнсап nightmare в итоге по тускару брейнсап и станчик вот это все вот это но брейнсап же дружище и субарк сейчас выживать должен каски летают и все-таки это будет минус субарк миллионера скорее все тоже будет отдаваться но у люфта видимо люфты с ногами он как-то совершенно глупо выбегает из деревьев и и банар войд да это минус бара трома в итоге люфт скорее все тоже погибнет хотя миссует дэвид джонс и удар удар еще удар показал свою бицуху night stalker но прокаст клапы сильнее поэтому в этой ситуации только у нас какой размен было мертвого клапа был мертв вич доктор умер также и тускар получается 4 фрага в 1 2 и 3 4 в 3 в итоге замес на топе вместе с мидом поколою дэвид джонса ну и на спиртах это минус дэвид джонс пока окей на маледикшине и у зайд стики каски летают но тут будет минус легкий фраг для вич доктора да даже не для него просто поделила между крипами из-за крипов точнее между крипами не весь парь отправляется на ботом руну где он идет баунти там пока на и stalker делает минус на миллионере и тот уже имеет 3 2 в свою очередь жертва уже 233 какое-то непонятное послание друзья 233322 ладно в общем неважно проиментировать расскажем потом то пока выход в медиа окей оттас его лэнж хорош по твоим прилетает маледикшин соник и квапа дает скорее всего минус хотя регенит ее регенте не вис паре и в итоге клапа отдается тем более здесь еще и баланар который готов также помять лицо тосик дамажит мало пока что хотя четвертый уровень почти ну как то странно 225 дамаги в общем скрюже скрючки не знаю буду просто новать тускар в общем тускар уходит на лоу хп на базу вместе с ними кто-то там еще по моему на вич доктора у него маны нету но тут вот по моему миллионер он дает разгон по виспу и бэйн бронесапом добивает бедную коровку тут пока люфт опять на своей сложной линии будет фармить против разора да друзья пока европа радует нас интенсивными замесами довольно активной игрой опять-таки но как я уже сказал в начале игры у нас не особая активность группах вообще европейских что совсем прискорбно так как игры тут очень интересные по крайней мере по сравнению с той же самой снг сцены где тупо все формят где игра затягиваться по 50 минут тут просто моментально все происходит где-то понравились это забрали рошана где-то не знаю еще могут быть пропушили тавер засплитель что-нибудь такое и вот так вот за предельно короткие сроки заканчивается собственная игра тут пока на топе замес ловят субарка тут миллионер получает пару удар в лицо 4 он кстати уровня ловят стан от леорика тизлица виспарь тут же и войд каски летают и миллионер погибает виспаря еще и погоня за тавер лол сайлента нету нет сайленс есть фру пошел сайленс паски уже и за бейберейджем на воде погоня уже идет ультима этот было на рано касту скар минус виспарь купе на шардах скорее всего будет минус плюс отдается еще и люфт который попытается посолиться подраться но опять-таки миссуют не так уж и часто поэтому здесь два в один пока что еще и закрывают купе шардами и плазма field уже первый фраг первый фраг тут пока бейберейджа пытается словить тени получает sonic последнюю секунду я уже думал что в sonic 0 будет но итоге волрус панч sonic это минус тускар в итоге получается что 4 в 1 даже 4 в 1 1500 голды в карман команды в п г г и сапфира потихонечку сдают свою а свои позиции разор уже имеет 41 ласт хит по натворцу я думал будет топ-1 да так и есть в парусе будет еще и квапа которая себе покупает наконец-то тапки и сейчас будет я думаю гоним я думаю гоним потому что ну арчит в принципе можно собрать для какого-нибудь виспаря может быть чтобы релаке этому не давать к остателю что-то там роде но опять-таки я скорее спорта тому что это будет именно а гоним опять-таки тут не все-таки уж герои жирная в начале игры поэтому можно себе позволить и пятки но мы видим то что леорик уже 114 имеет почти 1200 голды с тапком на силу опять-таки у него еще и щиток при этом 9 армора друзья а это немало как мы знаем нам пока погони за люфтом мультимейта нет поэтому с братом его здесь скорее всего заберут до утоги воет плазма филт и scream of pain забивает купе слишком далеко подходит поздно подходит слишком и это фраг 500 голды в копилку команды сапфира уже хотел сказать в п г привык то что в основном сапфира гонают тут как бы виск быть и ней ну сами понимаете что такая связка должна гонгать сто процентов но пока что только 13 13 ну не особо не особо мы видим то что ребята где-то двигаются там тень только в саду на топ руне где-то ну а в основном вот так вот разбом по окей лавланч попадает уже виск уже бейны готовы они баратрума убрать но вовремя от меня чардж скорее всего увидели на варде поэтому готовы были принимать и и и и и вот мне тесно этот персонаж с арканами опять таки тускар саппорт который будет себе делать мека который себе сделает скорее всего блинг даггер после чего гвардиан грейв сын и вот таким вот образом вот таким вот образом будет своей команде саппортировать который очень уже подхил тут как бы разор собирается не через мяку п находит поздно фил в ноль братрум здесь без ультимейта на них хватает но башит и надо было урну накинуть тут еще и из бласт айс бласт айс шарды в итоге ловят асавланч минус spirit breaker люфт на даггере пытается драться видит разора дает войд каски летают прямо на релокейт станчик от леорика шарды подкидывает тускарды фарт настреливают и в итоге субарк с ультимейтом втанковывает деф-вард минус 4 плюс биберечь скорее всего будет сдаваться дата ассирует тени и вещдоктор минус это ультра килл для тени который для тени для бесплат который прилетел стрела кейта до сначала один минус потом улетел куда-то вот сюда притезерился обратно на мид и своими спиритами сделал ультра килл друзья фух вот где-то я это уже видел по моему позавчера вру не вчера позавчера я видел как то же самое было только с другой командой там тоже был кэри висп который собирал себе что там у него было по моему мкб армлет что такое да но в итоге по моему виспарк с тигру отдал если не ошибаюсь а тут конечно не смогу посмотреть ну ладно ладно в любом случае это будет это будет спортящий висп кэри который собрал себе транквиллы собрал себе уже урну хотя 20 минут а какое уже о чем вы друзья о чем я говорю вообще как-то нелепо получается такс 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 я тут что-то засмотрелся да вот курьер неплохой курьер неплохой у этой команды сапфиров вот интересно сколько он сейчас стоит по идее гем был не в комплекте же правильно призматический самоцвет потусторонний самоцвет а какой дает анимацию по идее оба же должны давать анимацию правильно получается может быть один самоцвет дает вот это вот желтый облако пыли а второй дает не знаю может быть эти осколочки или сияющие лапы наверно сияющие лапы он хэлл граунт и орбитал дикей да получается один который нижний дает ему лапы желтый а второй орбитал дикей вот так так сну поздно полетает на дэв тускар хотя может добить тени да и слип сейчас по моему убил теник она тут ловит на финс гриппе бэйн сразу же здесь спирит брейкер с ультимейтом волрус пач пошел и шарды это минус еще и бэйн два фрага просто на коленке сделал на командой в пгг и получается что сейчас уже ситуация 15-18 хотя сапфира вроде бы взяли замесик но тем не менее графики я полагаю в нуле находятся ну да ближе к нулю тут сапфира как раз таки в замесе отыграли определенное количество золота поэтому могут себе позволить немножко повезти но вот уже в скором времени могут снова оказаться ниже соперника спиртбеки разгоняться на stalker он под хостой скоро она уже упадет ультимейта к сожалению нету чистый 7 секунд будет накатывается тускар и лакея здесь же виспай прибегает с теником убивают здесь тускара моментально дефарт настейливает касочки вещдоктора видят пытаются заброницапить за найт мэрис найт сталкера в итоге на релкейте висп улетают и тени делает фраг на баратроме это два минуса очередные и вот получается команды просто друг друга разменивают сейчас там себе даггер довозят все-таки тени на минуте какой у нас 13 в принципе с тапком с бутылкой можно было бы конечно еще барабаном довести я думаю но опять-таки думаю этого пока что хватит хватит сполна ну и сейчас уже пушируется линия на ботами тут моментально скорее все пойдет тавер это будет уже а второй вторая пушка вообще на карте для команды сапфира которую они заберут но отступают почему-то хотя тут в принципе никого и нет поэтому ну тавер да тоже не знаете тут старичок какой-то странный вообще стоял ловят разора аваланч что спошел брейнсап есть здесь же или орик станпович доктор видит это будет минус сосет дамагу разор на лоу хп будет минус хотя на айтмар есть и одну критулечку по разору и в итоге станчик добивает тут пока на шардах висп отдается тускару ультимейт это соваланч хорошо это минус 4 очередные в итоге размен в одного только виспа и это уже 16 24 друзья 6 14 минута вообще вот за что я обожаю европейскую доту но это просто шикарно я прям налюбоваться не могу так часто дарить нам экшон ну в снг нам такого никто не позволял себе никто такого не позволял так стак стак показалось секунду что бланара есть армлет уже как-то странно поэтому засиял но просто видимо какую-то рунку у нас пока теник ловит чардж барат рума но я думаю будет отметить в принципе никого на хп нет поэтому стоит отступить все таки есть и лакеет у виспа да просто на линию прибегает или лакеет кстати да есть но рядом никого нету поэтому разве что с какой-нибудь телепорта опять-таки на телепорта виспа нету хорошо там пока погоня в лесу квапу видит папе еще здесь же с армлетом 1700 голды в кармане будет себе скорее всего делать блинк дайгер у него нету 500 голды на него но скоро скоро появится там вроде как должно быть что-то в лесу хотя я не видел чтобы стакали но просто выдвигаются на лаке тимми тут пока драка происходит убивают теника и пытается драться байбэк от тенича папич на армлете дерется есть там по разору прям по тос еще и финс грипп юзают там пока клопа дерется с люфтом он без чего-либо и будет отдаваться крипам но дайгер сейчас добьет и телепорт да за сейвит в итоге тос непонятно куда тускар разгон по байну ультимейту сразу же станчик ответка снова улетают каски дефарт настей в итоге волрус панч добивает байна тос очередной и все-таки окей убьет в этой ситуации спирит брейкера и теперь только папич дерется против двоих сразу же тизер и вперед 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 станчик прилетает это очередное 4 в 2 не 4 в 2 наверное просто 4 в какой либо количество отданных героев наверное потому что опять таки был сделан байбэк эти не все равно умер плюс бэйн также отдался но в целом из этой драки каким-то образом в пкг вывезли побольше хотя да в принципе 44 что еще ожидать тут преимущество сапфирой по левелу поэтому за них больше голды дают но тем не менее уже тысячи три голды ребята выигрывают и 5к с лишним по экспек как то они больше пока по левелу опять-таки за это как раз таки они отдают побольше именно золото в случае кого-то случае смерти кого-то из героев так ну тут папич с блинком залетает на кого-то на крипа видимо хотел реинкарнацию дать или что я не пойму но просто получает пазмофил то время прожимает армлет и отступает под базу под базу регенится тут пока залетает хороший куда же ты мышка меня уводишь ответная погоня скрин в ноль the fart и башки 17 процентные все-таки убивают теника еще и бэйби рейш выживает каким-то образом не хватало видимо капельки дамаги там один удар всего лишь и тускар во время закатился это два минуса и тут уже никак не подраться в ответку поэтому ребята бы скорее всего терять т2 нами для опять-таки night stalker покупает себе мидас на 18 минуте то и что 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 спиртбрейкер выдвигается на топ суд по всему хрипам хотя мог здесь найти бару ой бару люфта каким-то невиданным образом он почуял опасность запрятался в деревья когда фармил лес а может быть и увидел по моему на миде стоял вардецкий разбивает смог телепорт подмит окей здесь видят релокейт пошел в итоге все убегают хотя разор и найду тос его лэнж закатывается тускар весь фокус по виску он в глимер кейпе драка легенес разор соник финс гриппят дэвид джонса брейнса по этой минусу таки дэвид джонс сосет дамагу разор убивает купе субарк будет тоже минус окей здесь же дает тос ох и как мало дамаги еще и плюс мега и в итоге накатывается тускар выбираешь дерется против папича ультимейта брат рума и разор под ультимейтом добьет субарка это минус 3 и виспари с ультракиллом просто уходит судя по всему на тизере не хватает ему мана немножко на глимер кейп но его тут не заберут скорее всего поэтому будут просто пушить т2 на топе вот и все тускар уже мега плюс арканы вот так ощущаю что там 2 мекки что региона было нереальное количество разор от региона моментально плюс вот ос вообще никак не одамажил не хватало секунды на власть что там тускар закатился люфт пока пытается на себя судя по всему забать либо отпушить но его могут поймать опять-таки если на ультимейт там и баратрум там и тускар но в итоге не забрав т2 ребята отправляются на мидлс по всему дефать или куда на базу на базу отправились немножко подрегенится тускар 900 голды там пока драка на миде люфт ловит в себя чардж разор скорее всего будет минус да а разор убивать тени еще им на войде за миллионером погоня в найт мэре это на водике будет минус еще и спирит брейкер и это два в ноль не задавили к сожалению ботом попадут сбивает но не получает дополнительный голд за ласт хит и собирать себе бкб даже не гоним бкб хотя и дерутся ребята довольно таки частенько тут пытается словить тени но эволэнж криво тут пока на рошана заход от ребят с команды сапфира ловят здесь тускара и на сайлесе вайде моментально его убивают поэтому если не сделать байбэк то скорее всего на рошане не подраться хотя здесь вижен есть и понимает прекрасно ребята из команды гвп то что их соперники в рошпите и нужно как-то не знаю оказывать сопротивление на пятки там ультимейт куда у них хотя появляется разор здесь же и баратрум будет думал здесь последний очередь с мбм плазмофилд и люфт в итоге герсалис откидывает но рошан пол хп на него вроде бы как есть разгон нет разгон на люфта его здесь словят но рошана скорее все отдадут опять таки до момента или минус еще и виз претерился во время глиммер там кастуют девардецкий на сбивают финс грипп ну клопу по моему пью за это получает проказ лицо здесь же и папич дерется дэвид джонс ноу хп все-таки погибает от периодического дамага вот стана и разор последний боец также отправляется в таверню остается только миллионер который с бмм сейчас будет судя по всему выбивать инкарнацию да так и есть и остается только люфт который будет сейчас быть 300 ускару тизерица в испаре и миллионер улетает это уже четыре в четыре если не ошибаюсь 4 в 4 вот такой вот размен даже что нет 4 в 4 1 2 3 даже 34 наверное тут же никто не умер по идее поэтому ну короче не знаю сомнительный момент вообще стоит ли это считать как бы ну тут реинкарнацию дал воровкин плюс после боевика ну да 4 в 4 грубо говоря но опять-таки здесь команда в пгг вывозит больше голды за счет того что их соперники тупо больше левела имеют и вот таким вот макаром пока что отыгрывают для себя 0 как преимущество они просто просто отбирают его у соперника тут пока по миллионеру пошел фокус под сайленсом в найт мэри вы скорее все убьют пошел влэндж пошел тост здесь же и разор может отдаваться дефарт настреливает от вич доктора субарк все это впитывает станчика нету есть каски убивают аеги слоу бэйби рейджа тосят тут жить висп ну и минус 2 очередное там пока в слипе тускар на финс гриппе умирает скорее всего разор тускар накатывается в ноль вроде бы сэйвит разговора там есть мекка ультимейт этот папы два героя на лохопе байбэк от разора ловят еще и тускара и окей будет погибать скорее всего в этой ситуации да подсмахил то ловят прямо в лицо и остается только бэйн который вроде как уходит на лохопе еще и добивают леорика у которого не было инкарнации беда 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 ты паут только бэйн сумел сделать и в итоге это три в три три в три ну четыре в четыре может можно считать потому что отдали аегис плюс была был сделан байбэк и да ну вообще дикие тимфайты друзья вот 71 фраг за 23 минуты это получается примерно что примерно 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 я я вообще тут уже просто глупо поэтому не посчитай мне нужна помощь примерно 3 фрага в минуту вот почему подумал что два изначально но почти три фрага если сделать еще один то будет ровно троечка я думаю вот как раз теник с шадлбэдом это может себе позволить на него разгончик и в смоке теник должен погибать вся команда ультимейт пошел да окей скорее все отдаётся точнее сто процентов хотя швб юзает но тут же есть и просвет и в итоге это минус для тускара и без байбэка тени в таверне 12 раз отдаётся что вообще происходит на этой европе 6 какая-то просто жесть фух ну брат ром вроде бы с чарджом хочет как-то кого-то цепануть но команда союзников команда союзников спирит брейкера пушируют кораблую пушку соперника под номером 2 на линии средней так тут чарджик на купе но он делает и паут люфт под ультимейтом также делает телепорт и баратрум уже бежит видимо на крипов лесных даже нет просто просто бежит на своих ногах даже не на чердже ну вот так пока пока только так вроде бы какие-то замес наконец-то закончились и можно немного передохнуть как-то порелаксировать после этих сумасшедших замесов но опять таки пока что игра мне очень нравится много экшона очень интересно и и вообще я доволен очень доволен так что теперь с маке выдвигается от команды сапфира тут синик в принципе прилетит на релокейте с виспом поэтому их я думаю ждать не стоит сейчас будет как момент из нави лост бкбшечка сзади обходит команда в пгг своих соперников и точнее наоборот сапфира будет в пгг и лост бкбшечка бкбшечки то ни у кого и нет кроме клопы наверно да но ты 2 падает пробив здесь все видно залетает в радиорик под бкб клопа посуду дамагу полетает тени висп прокаст ни в кого не дается ультимейт дэви джонса в ноль qp поглебает люфт тоже будет минус и там пока пытается подраться с саппортом в рафкинг его ловят на плазмофилде хотя закрывают здесь шарды но пропадают вовремя и окей по моему тосит хорошо по троим еще и валач и в итоге режет субарк но в обратку спиритбрейкера и отдается в итоге плюс будет минус на плазмофилде для разора и это ультра килл в этом замесе друзья и причем не было даже аегиса я даже не знаю что сказать в этой ситуации на самом-то деле ребята просто отдали ну что отдали кучу голды сейчас и плюс будет терять т3 на ботами разор почему-то отступает и отступают все ну да тут тени и просто на тени отступает разор хотят все дамагу и попадут под агром итоге минус чуть тени где что тени был дружище рампашка бы была да даже брейнсапом не добить бой ну просто отпускает вот такие вот дела друзья оказавшись что преимущество у сапфиры выиграет им игру но опять таки куча фрагов сделаны в начале вывозят только кучу голды с соперником за счет преимущество по экспириенсу который дает дополнительный гол в случае за килл команде соперника и вот таким вот макаром ребята из впгг получают уже 4000 преимущество в золоте и ноль к пока что по экспириенсу между командами да но все таки поняли шапира хотел сказать как шакира сапфира видимо все таки поняли что им не стоит как-то выходить куда-то драться все стоит немного побольше формить получать предметы вот леорик в свою очередь себе даже эти барабанчиков не купил он просто ну ни у кого барабанов нету не у кого ну как можно было пустить такой важный артефакт до фармится много лейнов да там и сделаны фраги но опять-таки барабанчики друзья у вас есть лишняя голда сделайте их в замесе они вам очень понадобятся но пока с ним бегают только ребята из команды которые все провязали вот там собственно и результат получения барабанов скажем так ну и теперь уже на 3 будут скорее всего залиться после падения т2 9 с командой пгс хотя по субарку дается разбег тут сразу же тос его лэнж нет пока только его лэнж субарк sonic wave the fart настреливает субарк теряет инкарнацию люфс тоже погибает на дворде хотя его релокейтит но там под ультимейтом разор ну сбейте же там сбивают разбегом и минус 2 чё и субарка дается после инкарнации только баламара с виспом улетают но висп тоже отдается хотят зериться на крипа очень хорошо но тут блин как клопы есть глиммер но вроде бы видят да и в итоге на волрус панчи минус для тускара ну да один байбэк сейчас только в бараке получается идти команде в ппгг да потихонечку тавер падает и да только голые бараки и они падают дольки быстро плюс есть гуардиан грейпс и если здесь будет какой-нибудь агоним хотя он тут уже не нужен я думаю с какой-нибудь раз им в принципе стоит до забрать хотя бы одну из ресторма там уже думаю будет гг само собой опять кино пока что сапфиры не сдаются как никак только 30 минут там папич без предметов но тем не менее пока пока вот войдя в мид гейм ребята из сапфиры не особо высокие результаты показывают хотя в начале доминировали очень сильно так ну хорошо там пока появляется агоним у клопы она в принципе готова уже свой проказ давать по полной хотя нет есть не 16 уровень я думаю замесе 2 мне уже есть хотя в принципе после драки на топе по идее ну первый замес у нее бутылка 16 уровень поэтому здесь будет лицо бить сильно с агонимом к тягу ним также движает и night stalker что есть неплохо тут будет вижу почти вечный потому что ультимейт как бы 20 секунд всего лишь вру 30 секунд 30 секунд кулауница больше чем работает поэтому здесь 30 секунд вижна для команды из в пгг чтобы сделать скажем так свою вылазку плюс 4 то что еще есть ночь так у смоках выход друг на друга находит команды друг друга опять-таки субар субарк ловит сноубол ловит даст и теряет инкарнацию тени плохо вач по одному дефорт настреливает шарды и релокейт спасает в рафкинга и скорее все так же подсейвится и вис потому что есть такого притязица опять-таки тут прям под т3 он сделал релокейт и да возвращается абсолютно спокойно и готовы дефать дальше скажем так ребят с команды сапфира есть у них сейчас всего лишь одна более-менее лидирующая позиция по нетворсу этого рафкинг но опять-таки его опережают почти все даже тускар саппорт пытается себе мекку сделать висп у которого были был ультра килл опять-таки с ультра киллом он имеет 6 500 нетворса так но пока ребята из в пгг заходят на раша на который в прошлый раз по моему не добили 1100 11500 хп и это рашан для разора в принципе вроде бы со стриком 12 на 7 у него был ультра килл если не ошибаюсь он там сейвился на базу ловят окей накатываются ультимейт соник это минус теник байбэк у него есть но сторона будет скорее всего падать опять-таки там есть а егес у разора ты 400 в кармане байбэк от теника ультимейт по виспорю его не видно сразу же весь проказ пошел по миллионеру накатывается ускар в тосе миллионера разгоняется на qp нет ультимейта пытается за башки есть армлет и скорее всего тебя погибает да это минус qp там пока все дамагу разор режет люфта режет субарка он с реинкарнации это уже минус на 3 получается режут дальше тут еще и теник подбегает прям под чарж накатывается ускар в луспанч это минус теник без байбэка падать еще скорее все виспарь субарк подефает немножко но там айгес и айгес айгес удвест рейшн тизится виспарь и субарк еле-еле убивает от ворозора но в итоге это full team вайп только байбэк есть бравкинга и и похоже первую игру в этой best of 2 серии бят с команды сапфира отдают что не есть хорошо и безусловно да ну пишет гг вп виспаре первая карта отъезжает за 34 минуты команде випи джи джи да ну что сказать стоит завезли ребята пару фрагов вначале ультра килл для виспа там даже пытались как-то подфармить но опять-таки за счет слишком большого преимущества по xp ребята просто отдали слишком много злота в копилку соперника и за счет этого после многих проигранных тимфайтов ребята проигрывают первую игру и сейчас мы отправляется отправимся на вторую карту этой best of 2 серии друзья я пока не большую музыкальную паузу вы же если вам понравился стрим можете поддержать меня подпишись на группу вконтакте подписавшись вконтакте которая есть и будет сейчас в чатике но на этом я прощаюсь на короткосрочную перспективу минут пять-десять и думаю нам хватит ну а вы пока никуда не расходитесь а а а а Продолжение следует...